Верху Скорейха. Соединить новейшие достижения науки с многовековым опытом человечества. Даже если он не всегда поддается рациональному объяснению. Красивая и продуктивная идея. Если бы не цель, которую ставят перед собой нацисты. Безраздельно властвовать над миром. Подчинить его избранной расе. В том числе с помощью магических знаний и технологий. Для научных изысканий в Ананербе привлечены лучшие кадры. Часто это ученые с мировыми именами. Сотни сотрудников, более чем из 50 институтов и отделов Ананербе. Занимаются математикой и астрономией. Генетикой и медициной. Магией и лозоискательством. Разрабатывают нетрадиционные виды оружия. Методы психологического и психотропного воздействия на массы. Они углубляются в оккультные науки. Религиозно-мистические практики. Изучают паранормальные способности людей. В Ананербе этим занимались достаточно серьезно. Об этом говорит хотя бы тот факт. Что по указанию руководства Ананербе и по указанию Гиммлера. Перед войной. То есть еще в 38-39 годах. Были проведены исследования по поводу паранормальных способностей сотрудников Ананербе. И было в личных делах помечено. Кто обладает теми или иными паранормальными способностями. А вот уже во время войны эти сотрудники, которые обладали паранормальными способностями, были сведены в один из отделов Ананербе. К сожалению, никаких данных о том, чем занимался этот отдел и главное, каких он достиг результатов, нет. Одна из главных задач, которую ставят перед собой специалисты Ананербе, это использование паранормальных способностей для выхода на контакт с некими высшими неизвестными. Или как их называли, умами внешними. Цель получения от высокоразвитых инопланетных и древних земных цивилизаций суперзнаний технологического характера. Опыт такой был. Часть третья. Диски. Декабрь 1919 года. Члены тайного общества Туле, предшественника Ананербе, собираются в предгорьях Альф, в доме лесничего вблизи Берхтесгадена. Среди избранных два опытных медиума. Контактера, как мы назвали бы их сегодня. Один из них скрывается под мистическим именем Зигрун. Другой Мария Орзич из Загреба. Она рассказывает странные вещи. В состоянии транса она получила от цивилизации созвездия Кельца удивительную техническую информацию. Сообщение никого не шокирует. Более того, вызывает огромный интерес. Ведь речь идет о конструкции необычного летательного аппарата, который к тому же позволяет изменять вокруг себя ход времени. А это шаг к мечте тайного общества. Машине времени, которая позволит проникать вглубь истории и получать знания древних высоких цивилизаций. Перед нами рисунок летательного аппарата потустороннего мира с подписью известного немецкого ученого и изобретателя Виктора Шаубергера. Полученные знания передаются ведущим ученым для перевода на понятный конструктором инженерный язык. К 1922 году построена первая модель. Аппарат имеет три параллельно расположенных диска. При работе нижний и верхний диск вращаются в противоположных направлениях, создавая очень сильное поле и эффект антигравитации. Если верить свидетельствам, эта конструкция не только парила в воздухе, но и изменяла вокруг себя структуру времени. Есть мнение, что именно этот технологический аппарат стал прообразом будущих летающих дисков на неклассических принципах полета. Разработкой этих супердисков занялись специальные технологические подразделения СС, связанные с Санэнерго. Две основные идеи доминировали сознание высшего руководства нацистской Германии. Первая – это идея создания сверхчеловека. Второй очень важный аспект – это обладение техномагическими энергиями. Сюда следует отнести не только возможности обладения ядерной энергией, но, безусловно, и аппаратами, дискообразными летающими аппаратами, то есть создание принципиально новой виды летательной техники. Поиск идей идет во всех направлениях. В них участвуют не только медиумы и инженеры, но и историки. Еще до войны из экспедиции Анэнерго в Германию доставлены сотни старинных пергаментов на санскрите, древнекитайском, других восточных языках. Они подвергнуты самому тщательному изучению. Вернер фон Браун, создатель первых самолетов ракет, а в будущем и космической техники, впоследствии обмолвится. Мы многое почерпнули для себя в этих бумагах. Результаты экспедиций докладываются лично бюджетом. Некоторые из них настолько вдохновляют вождя Третьего Рейха, что мысли о сверхоружии и межзвездных полетах не покидают его до конца войны. Конструкторы стараются, но знать принцип вращения супердисков и создания антигравитации мало. Нужны двигатели, а их нет. Технология безнадежно отстает от перспективных идей. В июле 1934 года Гитлер и верхушка тайных обществ Туле и Рил приглашают для сотрудничества изобретателя Виктора Шаубергера. Его легендарный взрывной двигатель способен вырабатывать свет, тепло и приводить в движение механизмы, используя лишь воздух и воду. От изобретателя требуется одно — создать двигатель специально для летающих дисков. Согласие получено. И через пять лет, в 1939 году, в воздух поднимется опытный образец диска Врил с двигателем Шаубергера. Сохранилась редкая фотография испытательного полета этого диска с зимней маскировочной раскраской. И все-таки дело с техномагическими дисками продвигается медленно. Ни опыта, ни специалистов в этой области нет. Приходится принимать неординарные решения. К разработке супердисков подключено Зондербюро-13. Это специальное научно-исследовательское подразделение СС занимается довольно пикантной тематикой — изучением неопознанных летающих объектов. То ли сказалось это обстоятельство, то ли привлечение к разработке лучших ученых и летчиков-испытателей, но дело сдвинулось. Все крайне засекречено. Я говорил с Германом Обертом. Это немецкий профессор, аналог нашего Циолковского. Это учитель Вернер и фон Браун. Создатель оружия возмездия немецкого Фау-2. Вот это первая большая ракета. Мне Оберт был нужен для того, чтобы спросить про эти летающие тарелки. Слышал, знаю. Но там СС нас так контролировала, что мы не могли узнать, что делают наши смежники, соседи и так далее. В конце 1942-го в воздух поднимается легко вооруженный летающий диск «Врил-1 Ягер» диаметром 11,5 метров. Утверждает, что до конца войны было изготовлено 17 таких аппаратов. Но относиться к подобным заявлениям надо крайне осторожно. Я думаю, что в серии ничего не было. Были единичные экзекляры. Такие аппараты, по-видимому, немцы хотели использовать как наблюдательные средства. Когда вы на него смотрите со стороны, вы его практически не видите. Генералы, которые участвовали в Курской битве, двое героев Советского Союза, один летчик, другой танкист. Они рассказывали, что такое видео, какой-то диск висел во время Курского сражения. И что такое, они, конечно, никто не знали. Немцы, или это наши, они тоже не знали. Но вот, по-видимому, а у нас таких вещей не было сделано. Это я точно знаю, потому что нашу историю авиации хорошо знают. Среди обнаруженных чертежей и фотографий летающих дисков выделяется серия «Хонебу». Сведения о кораблях похожи на фантастику. Судя по описаниям, в них должен быть использован альтернативный источник энергии. Так называемый конвертер Ганса-Коллера, не требующий привычного топлива. А диск «Хонебу-3» планировали даже выводить в космос. Невероятно? Как знать. Вот одна из трофейных фотографий. Необычный скафандр пилота наводит на мысль, что полеты планировалось проводить, если не в космосе, то как минимум в стратосфере. В трофейных архивах обнаружен еще один загадочный документ. Это схема огромного, длиной в 139 метров, сигарообразного корабля «Андромеда» с ангарами для пяти летающих дисков типа «Хонебу-2» и «Врил». Для чего понадобилась такая разработка? Кто-то полагает, что для долговременных космических полетов. Впрочем, есть и более простое объяснение. Скорее всего, это проект подводного контейнера для транспортировки летающих дисков и другого оборудования на тайные базы. В том числе и на Антарктическую. По данным американской разведки, к концу войны у немцев имелось 9 исследователей.